всем привет друзья так вы на канале битрайда а сегодня у меня пеший променад и поговорить я хочу с вами вот на какую тему сегодня посмотрел видос у вадика калуева это канал engine zone и он рассуждал на тему крупнокубатурных мотоциклов вообще целесообразность но у него были такие тезисы аргументы что в принципе из-за того что ну он находится в украине у них в украине очень ужасные дороги скажем так за пределами крупных городов поэтому как бы покупать крупнокубатурник смысла нет потому что особо не разгонишься ну и есть шанс только убиться на этих дорогах я сейчас общался со своим товарищем с краснодара смешаний и вот мы просто как бы пофантазировали немножко на тему я ему вчера до предложил что мол давай как-нибудь может быть на будущий год пересекемся где-нибудь на юге европы и скажем вместе так сказать рванем куда-нибудь сторону испании туда вот в теплые края вдоль лазурного берега у него мотоцикл это honda vtx 1800 считает крупно куба турник так вот сегодня мы опять вернулись к этой теме но так чисто на уровне фантазии да что оказывается для него это дорого да и в принципе сейчас то есть учитывая его расход 10 литров на сотку это в принципе если путешествовать по европе то будет дороговато выходить скажем ну сами посчитайте если на десятку тысяч километров рассчитывать скажем туда обратно в общем даже десятку накатать и учитывая цены на бензин европе то это будет накладно с 10 литров на 100 километров вопрос какой смысл покупать крупно куба турник если ты на нем никуда даже в принципе в путешествие рвануть не не сможешь себя тупо позволить то есть иметь крупно куба турник только ради того чтобы ездить вокруг заправки или вокруг дома смотреть на него и папать на него ну я не знаю должна какая-то быть золотая середина чтобы мотоцикл был скажем и ты мог его мог себе позволить куда-то на нем мотануть скажем на дальняк на тот же куда-то просто иметь 1800 кубических сантиметров и никуда на нем не выехать потому что дорого и я просто вам скажу что миша в принципе не бедный человек поэтому и несмотря на это скажем так на мои хони расход четыре с половиной литра это это если я общался с владельцами таких же хон получается четыре с половиной литра это если быстро ехать а если аккуратно тошнить скажем так наслаждаться поездкой то и того меньше вот объясните мне ребята целесообразность скажем того же vtx 1800 ну по сути я не знаю сейчас могу ошибиться так все это там круизер или что дашь ну на нем быстро все равно ездить не будешь как на спорте скажем 200 ты на нем все она не поесть ты будешь тошнить грубо говоря ну там 120 грубо 130 километров в час принципе этого как бы достаточно но эту же скорость можно комфортно держать и на литровом мотоцикле и на шестисотке можно ехать тоже комфортно с этой скоростью не напрягаясь какой смысл приобретать мотоцикл 1800 кубиков и чтобы реально ездить вокруг дома я не знаю я не вижу в этом смысла в европе сейчас больше смотрят все таки на экономию на расход на выбросы в атмосферу ну выбросы атмосферы это так конечно не все но большинство смотрят все таки на расход опять же учитывая наши цены на бензин так поэтому ребята в общем надо завязывать с этой фигней писюнами мериться там литрами у кого литра вот того писюн линша нет это никакой корреляции тут вообще нет я говорю когда я искал себе мотоцикл когда я думал принимал решение какое взять я склонялся к пятисотке то есть мне honda cbr 500 вполне в принципе устраивала на ней сидеть удобно у него бак 17 литров и живет она там три с половиной литра или что-то такое в общем почти 500 километров производитель обещает на одном баке поехать это вообще шикарно ну опять же смотрел от блогеров читал там всякие отзывы что все помешанные на этой кубатуре вот реально это какой-то блять массовое помешательство если у тебя кубатуры чуть больше значит ты уже все авторитетнее что ли блять уважаемый человек а если у тебя кубатура меньше ты вроде как уже фу какой-то на мотоциклист и все такое да полный бред конечно в общем мое мнение на этот счет ну смысл приобретать крупно кубатурник сегодня это абсолютно ну бессмысленно и конечно если ты олигархи у тебя и собственная заправка и ты можешь вокруг ну себе это позволить то это одно дело а если ты просто ездишь или хочешь там куда-то на дальнике есть но это полный бред ну не нужно это на сегодняшний день 6 сутки в принципе вполне хватит чтобы комфортно ехать 100 нам 120 не напрягать при этом будет расход топлива относительно низкий так страшный перекресток здесь так тетенька еще хорошо медленно едет honda по-моему вроде бы сегодня покатался неплохо в городе на доме то я все не сбросил на ноль и посмотрел сколько я сегодня покатался 80 километров намотал чисто так для катался тренировался отрабатывал всякие там ситуации на сложных перекрестках немножко накосячил реально накосячил сегодня так конкретно я думаю вот если бы это был экзамен то экзамен бы закончился на этом месте прям обидно было но я теперь знаю это место знаю куда смотреть и на что внимание обращать то есть она вот когда сам ездишь анализируешь потом свои косяки она так эффективней сам понимаешь где-то накосячил сам начинаешь продумать как этого можно было избежать и все такое 1 когда вот инструктор мне говорит вот и там нарушил я нарушил ну ладно ну бывает что тебе и как-то об этом не паришься на этот счет особо а вот так эффективно поэтому ребят если кто-то у кого-то есть допустим кто хочет в германии сдавать на права и у вас есть категория б я все-таки рекомендую взять себе скутер или там одолжить арендовать я не знаю и чисто для себя еще покататься по городу то есть привыкнуть вообще к двум колесам помимо автошколы сэкономите денег на количество часов затраченных в автошколе а это будет значительная сумма скажем учитывая мой опыт двухколесной техники когда первый час был в автошколе площадка да то есть мы по 20 минут поговорили он не объяснил там основные моменты где-то масло проверять как там в общем технические такие дела объяснил мне все все я сел и поехал сразу начал какие-то там упражнения пытаться делать змейку там стоп энд гоу там в общем слалом всякую хрень и тут я на днях приехал на площадку мой инструктор там с девчонкой занимался но она реально дело просто ступом стоп энд гоу тренировала я его спрашиваю сегодня у вас первый день еще тут негрит уже второе занятие то есть странно чё-чё-чё вы стоп энд гоу все такое ну говорит ну кому как кому быстро кому дается кому нет поэтому ребята я рекомендую покатайтесь на скутере она легче будет и дешевле как пить дать а тем ребятам которые вот давно ездят на скутере вот как я я прям вот сочувствую ребята надо переучиваться есть потому что ты со временем привыкаешь уже делать какие-то систематические ошибки которые уже можно сказать у тебя уже в крови и ты их просто тупо делаешь и потом от них избавляться очень тяжело плюс ты еще такой на становишься самоуверенный что все я же умею я езжу блять бац бац чё там на экзамен приду покажу класс мастерство блять там сидела а потом тебе уйд пищу нафиг и облом так что тут главное себя не переоценить мне сейчас по приколу стала по правилам ездить по пдд я когда-то увлекался авиасимулятором кто знает тот в теме на microsoft есть такой flight simulator explain я был плотно увлекался этой темой так вот сутят и с это и суть этой игры как бы так скажем симулятор летать по правилам то есть это авиасимулятор гражданской авиации то есть там изучаешь документацию как про как правильно летают самолеты ты стараешься это все вот в этом симуляторе повторить то есть там ну большое комьюнити в общем интересная тема и рекомендую кто вообще фапает на самолеты вообще самое то но это блять как наркотик ребята сразу предупреждаю может так втянуть потом пол жизни там просидишь в этом симуляторе люди начинают там кокпиты строить всякие потом знаю проходили так вот смысл как я еще как я только что сказал именно делать все по правилам также и здесь вот я сейчас катаюсь и стараюсь все делать по правилам и как-то входишь уже потихоньку в азарт и начинает даже как-то нравится если честно что-то у нас сегодня вчера и сегодня погода к это непонятно не жарко не холодно пасмурно и как-то душновато немножко я вот всю ночь плохо спал из-за этого сегодня она будет опять такая же ночка посмотрим время еще принципе не поздно сейчас сколько то без 10 6 а уже как-то так темно немножко ладно ребят вот просто хотел такой видос небольшой записать для вас побаловать вас так сказать контентом принципе сказать мне на эту тему сейчас пока что больше нечего а если у вас есть какое-то свое мнение на этот счет там пишите в комментариях подискутируем мне интересно знать вот именно как ваше мнение насчет того имеет ли смысл сегодня действительно брать крупно кубатурник потому что давайте вот эту всю херню с писюнами мериться просто отбросим это это ну я не знаю это дебилизм полный кто быстрее кто у кого больше блять но это полный да даже не хочу об этом так что жду ваше мнение с вами был мили канал битрайда до новых встреч всем пока